какой топовый нападающим сборной россии пропустил евро 2008 из-за травмы Павлюченко как такой может быть? нельзя ошибаться это ты пишешь эти эпикипедии? и в какую году генер глединов зарешил карьеру? он неправильный что-ли? нет как нет? можно запомнить ребят всем привет вы на канале газ и наконец-то ваш любимый формат самый умный но самый умный с легендами нашего футбола игорь семшов павел погребняк день ярби или динам сегодня будут сражаться за это звание я вас привет знаете скажу сразу честно и откровенно этот выпуск мы готовили не самый сложный потому что многие говорят и находят стереотипы что футболисты не самые умные люди но сегодня вы должны показать обратно первый раунд разминка у вас будет пять вопросов с вариантами ответов лучший из вас кто наберет больше всех баллов будет во втором раунде выбирать первым категорию так что зачет это не идет но блеснуть своей эрудиции вы сейчас можете у меня цель 2 очка набрать кстати у меня задача выиграть цель в призерок быть чисто питер если готовы первый вопрос кто был главным тренером сборной россии на евро 2008 георгий ярцев дик адвокат гус хитинг фабио капелло если готовы можете поднять карточки синхрон совсем что у нас это да это разминка доказывать что мы не глупы второй вопрос мне кажется он будет уже посерьезнее какая из этих сборных никогда не выигрывала чемпионат европы дания англия нидерланды и греция и мнение разделились а кто-то ответил неправильно это мы двоем наверно совершенно верно да англия никогда не выигрывал тебя от европы серьезно уж какой голландии 88 петрович вырывается у меня только 91 дальше неважно третий вопрос я расстроился кто из этих игроков никогда не получал награду лучший игрок евро криштиан роналдо антон гризман зенитин зидан андреас иньеста тоже посерьезнее я готов я готов днем петровича тоже готов давать можно поднимать 212 правильный ответ криштиан роналдо как такой муж были пока остается я говорю мне два надо разминка я говорю мне два на дно это еще разминка это разминка это не важно абсолютно не меня тактически надо просто третьим выбирать категорию четвертый вопрос сколько раз испания выигрывала чемпионат европы один два три или четыре я готов можно поднимать это правильный ответ три раза все все мимо все мимо я два почему-то когда еще подожди 8 12 и когда-то до этого времени вот какие-то исторические вопросы два раза не три раза три раза бил я хочу сказать то что ты уже точно будешь начинать второй раунд последний но подожди подожди я стремился я надежу кто начинает в нашей игре последним часто выигрывает по статистике вопрос номер пять кто из легенд футбола ссср выиграл чемпионат европы стрельцов черенков блохин понедельник стрельцов тюрьме себя 5 европы 5 европ уже все показал можно показать правильный ответ виктор понедельник 4 принципе 2 могли не проводить разминку все все так и случилось как было как будто не договорняк вы видели то что в преддверии чемпионата европы мы задавали вопросы связанные с евро я хочу призвать каждого зрителя перейти в закрепленный комментарий там будет ссылка на мой теграм-канал перейти туда подписаться и вы увидите все акции и предложения от нашего партнера во втором раунде у вас будет 9 прекрасных категорий все они также связаны в основном с чемпионатом европы с футбольными моментами и аспектами но мы не можем отойти от нашей концепции все-таки вопросы на общую эрудицию здесь тоже присутствует ведь надо же вас проверить 9 категорий страны чемпионата европы игроки чемпионата европы сборная россии кадры или моменты начальная школа автомобили география российская премьер-лига и легенды футбол после разминки мы выявили то что первым будет отвечать игорь симшов 10 вопросов одна минута если готовы то выбирайте категорию сборная россии 3 игорь петрович нашим юным зрителям до которые может быть не так хорошо знают историю футбола на скольки евро вы принимали участие ну так вот чтоб люди понимали на трех на двух играл в третьем не вышел был заявки так что про сборную россии наверное вы что-то точно знаете немножко минута готова до начинаем лучший бомбардир в истории сборной россии надо отвечать отвечать минуту лишь если знаете может пропускать пропусти киржаков и дзюба сколько пар братьев-бледнецов играли за сборную 2 3 кто забил дебютный гол за сборную в последней игре с белоруссию тюкаю правильно какие футболисты не забили пенальти в 1 4 чемпионата мира против хорватии смол и еще один фернан правильно назовите 4 тренера сборной россии после гуса хидинга слуцкий карпин я еще двух слуцкий карпин то что-то играл за стати не подсказывает надо капелла и перед мир и буквы это последний вопрос можно думать минута вышла все все не знаю все еще черчесов был один к нельзя было можно и дик адвокат а любых до любых игорь петрович набирает 2 балла а между прочим бородюк один одну игру был да да не бородюк тоже зачем был петрович на 2 балла старт такой себе такси да не ваш давай пашу бюро паш дерзайте выбирайте категорию может автомобили ну давай рпл рпл они дали саппл этого сезона подожди все уже сказал все а да я лапы вопрос не аппл мы кстати хотели но убрали но я думаю здесь вопросы не трудные можете вполне задача 3 минута поехали кто стал бы чемпионом российской премьер-лиги если бы чемпионат закончился в двадцать девятом туре динамо правильно какая команда в сезоне 23 24 заработала больше всего пенальти ростов крыльцовета сколько голов забил роналда в российской премьер-лиги 6 правильно сколько очков набрал краснодар в этом сезоне 58 56 какие команды вышли премьер-лигу в этом сезоне окронный окрон и и так и можно пускать 4 от 4 вышло окрон и и и еще химки не защиту назовите главного тренера спартака станкович правильно сколько бразильца в составе зенита 9 правильно какой клуб забил больше всего голов в этом сезоне динит csk 56 какие клубы от российской премьер-лиги играли переходные матчи урал и пари правильный последний вопрос время у нас вышло но я его могу задать как называется домашняя арена спартака открытие неправильно лукойл арена лукойл периминовая сколько у них 5 тоже 5 правильных ответов но это достойно 10 вопросов был каждый второй правильно про бразильцев зенитовских видно знаешь ниньер пожалуй ну я разбавлю чё давай тачки тачки да чё или география география что имеется ну география ну как вот в обычной школе география ну чё интереснее возьми автомобили давай тачки а карпа самая дорогая машина была ты меня страшно она до сих пор есть дорогая сердце дорогая сердце на может porsche 911 вот играете футбол хорошо где нервы будете на porsche такие же лет сколько неважно пробег какой вообще пора чень сделать на деньги был готов не принадлежь давай какая педаль находится по центру автомобиль с механической коробкой передач тормоз правильно какую новую модель представил автоваз 2020 в этом году искры правильно без какой страны автомобиля rolls-royce великобритания правильно какой тематический парк аттракционов ность название итальянского автомобиля террари парк абсолютно верно логотипе какого автомобиля изображен бык ламборжини правильно на автомобиле какой марки есть главный герой фильма такси audi и же каким-то транспортным средством вы можете управлять если имеете права категории м мотоцикл мопеды и квадроциклы в каком тарифе яндекс такси встречается автомобиль audi a8 бизнес плюс привет какой автомобиль пел тимати в песне баклажан лада правильно какому автоконцерну принадлежит maserati последний вопрос можешь обдумать подумать и дать правильный ответ maserati да какому автоконцерну принадлежит maserati так но это итальянское значит фиат что и это правильно видно что человек любит машины ну что первый круг второго раунда мы прошли и 2 балла павел погребняк 5 и диньяр белядинов и лидер сегодняшней игры на данный момент 7 баллов игорь петрович самое время выбрать категорию давай игроки чемпионата европы петрович стабильность признак мастерства 2 балла и все согласен и переход хода петрович вопросы достаточно легкий блин минута если не знаете пропускаете поехали под каким номером играл сим-шов на евро 2008 20 правильно сколько раз месяц доходил до финальной стадии чемпионата европы ни разу правильно лучший бордир в истории евро пропустить пришел роналдо какой вратарь был признан лучшим вратарем евро 60 года я же правильно после поражения на евро в каком году аршавин произнес знаменитую фразу ваше ожидание ваши проблемы 12 правильно кто получил приз лучшего игрока на евро 2008 хай правильно сколько раз зидан выиграл евро 21 какой топовый нападающий сборной россии пропустил евро 2008 из-за травмы павлюченко кто стал лучшим бомбардиром на евро 2016 роналдо гризман последний вопрос петрович можете думать сколько хотите но надо дать правильный ответ читаем сколько матчей сыграл диньяр белединов финальной стадии евро 2008 5 и это правильно правда 5 все подтвердили 7 петрович 7 баллов сумме у вас 9 и вы уже вырвались вперед а мы на то матче кстати с голландии дополнительное время ждает мы с тобой же поменялись я на банке сидел на 60 и мы поменялись и по 60 сыграли павел легенды легенды для чего мне самое сложное ставим легенд бегиографича футбола скажи что это простые будут нет здесь вопросы не самые трудные но я думаю что вполне проблема на половину ты можешь на половину готов с минуты назовите единственном мире футболисты который трижды становился чемпионом мира по футболу трижды мальдини пиле роналда дис оси с морейро это полное имя какого известного футболиста роналда зубы ранал день и ронал день и в каком году дэвид бэхом официально завершил профессиональную футбольную карьеру 18 в тринадцатом какой знаменитый игрок является президентом испанского клуба были донал бы правильно домашний стадион какой команды носят имя диего армандо марадон и напали правильно назовите французского футболиста который выиграл золотой мяч три раза подряд зидан платить за какую сборную играл джордж бест англия северная ирландия в честь какого футболиста назвали целый аэропорт пропуск криштиан роналдо в каком матче зидан ударил матерация головой в грудь против италии финал правильно последний вопрос в каком году месси перешел в интер майами 23 правильно четыре правильных ответа и павел догоняет игоря петровича симшона по 9 баллов восстановится но яра без лединого ход в запасе до категорию чего опять разбавлять от футбольную тему ну нет в конце все равно тебе останется что-то возьми которую знать а я фиг знать я ничего не знала география мира как вы учились в школе принципе с переменным успехом понятно по географии чтобы 44 но сейчас мы это проверим поехали назовите столицу саудовской аравии ряд правильно в каком году колумб открыл америку тысячи тысячи семьсот нет давай тысяч шестьсот как он там 1492 столицы какого государства является будапешт венгрия правильно виды какого города можно увидеть на купюре 100 рублей москвы что у него не водится я понял какое самое маленькое государство в мире сингапур нет ватикан куда впадает река волга куда-куда черное море каспийское море и скольки эмиратов состоят оаэ 6 7 на территории какой страны расположена гора арарат армения турция даю в какой стране протекает река темза последний вопрос я уверен то что ты это знаешь возможно это в лондоне хотел там искупать правильно 4 правильных ответа что в сумме один одиннадцать тара-та-та-та-та-та все очень близко симсов погребняк по 9 баллов а и билетинов 11 перед последним кругом второго раунда игорь петрович ваш ход пожалуйста выбирайте категорию у нас осталась начальная школа страны чемпионата европы страны чемпионата европы да игорь петрович сегодня по футбольным темам вопросы есть подвох но я думаю что игорь петрович может вполне справиться минута поехали какая страна 1 выиграл чемпионат европы италия советского союза сколько стран принимают участие финальной стадии евро двадцать четвертого года 1 сколько на принимать все 3624 каких странах проходил евро 2012 украина больше правильно в каком городе россии проходил матч чемпионата европы санкт-петербург правильно какая страна является действующим чемпионом европы франция италия какая сборная единственная выиграла евро под руководством иностранного специалиста мимо греция какие сборные больше всего выигрывали чемпионат европы испании и еще одна италия германия сколько стран принимали евро 2020 12 11 последний вопрос спеваю какую сборную обыграла россия на евро 2008 чтобы выйти в полуфинал голландия и это правильно ой какой сладкий вытянули последний раз три правильных ответа 12 в сумме и игорь петрович на первом месте уже можно закончить всегда всегда павел погребняк начальная школа или кадры или моменты я вот начальной школы все правильно начальная школу попробуй блеснуть знание но здесь если не ответить на эти вопросы что-то тянешь его за ну нет нет кадры и моменты тоже сладкая тема интересная я очень любят наши подписчики кстати если вы еще не поставили лайк не подписались написали комментарии какие умные футболисты у нас вам позор начальная школа павел погребняк минута ванши на каком материке обитают сумчатые животные евразия австралия какую птицу называют санитаром леса правильно дятел какой по счету планеты от солнца является земля по счету второй третий как звали злого владельца кукольного театра из буратино говорит если на эти не ответит карабас правильный подсказывайте какого склонения слова женского рода с мягким знаком на конце какого что склонения слова женского рода с мягким знаком на конце первого третьего сколько физических состояний может быть у воды 3 правильно как называется детеныш овцы овечка ягненок где в москве кроме зоопарка можно увидеть зебру на асфальте ой да получается правильно мне же считать все я не нет я не могу здесь последний задаю как называется прямая ограниченная точками прямая ограниченные точками знак деления отрезок три правильных ответа но потому что про не знаю защиту хотя где не надо не даже дятел лучше дятел не дятел дятел конечно двенадцать правильных ответов павел погребняк сравнялся с эгрим с ним шоу у диньяр берегинова 11 и последняя категория кадры и моменты так один надо угадать до минимум один минимум для ничьи диньяр да я вам буду показывать кадры или момент вы должны провести ассоциацию сказать кто изображен когда что это любая ассоциация с кадром который я вам покажу минута поехали чемпионат россии по футбол чемпионат мира россии как зовут забивак правильно быстрее время идет что это не это с евро нет никакого блин супер бог может пропускать пропускать ротейра длить 4 мяч 5 европы нога генфеева правильно с тем какой матч с кем с испании правильно 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 вот финал чемпионата европы шестнадцатого года не погода мира последнего против аргентины блины когда не португалька маракана правильно в каком сериале это было сыграно не знаю до налоги не в сериале клон последний вопрос может думать а это все я понял это монако мамаев и друзья правильно 5 правильных ответов не вырываетесь вперед сумме у вас 16 баллов после второго раунда результат очень хорош лучше ну что ж после второго раунда игорь симсов 12 баллов павел погребняк 12 баллов и лидер сегодняшнего шоу и не арбили динов 16 баллов но как говорится еще ничего не ясно есть третий раунд где у каждого из вас есть ваши специальные темы у игоря петровича это динамо история динамо упал погребняка зенит 2008 и у диньера берегинова очень скромная тема его собственная биография я вам покажу ячейки вы должны запомнить свои либо чужие потому что если вы отвечаете на свою категорию получаете два балла если отвечаете на ячейку соперника то 4 балла есть еще ячейки общие они серебристого цвета один балл у диньера берегинова ячейки красного цвета у погребняка синего и угоря петровича сеншова желтого цвета кому надо догонять может запомнить ячейки соперника тактика есть есть начинает игорь петрович один будет вопрос 10 секунд называйте номер ячейки 8 . и вы точно запомнили точно 8 это вы точно запомнили на 8 это общий вопрос там они были не по порядку цифры порядок ячейка номер 8 это общий вопрос ценой 1 балл 10 секунд один вопрос как звали персонажа которого сыграл леонардо декабрио фильме титаник могу мы не можем вы не можете а я надо отвечать время вышло просто так джек досон правильно правильно но этот балл не идет вам копил хочу я отвечаю тогда ну просто правильному не идет выпендриваетесь вы или знает полбалла сделать 0 5 до светлого павел погребняк пожалуйста выбирать ячейку 11 11 ячейка синего цвета как ни странно она ваша зенит 2008 если правильно отвечаете 2 балла кто был главным тренером зенита 2008 году и когда окажем правильно 2 балла и у павла погребняка уже 14 висишь на пятках легкие вопросы про зенит игорь петрович можно рискнуть 4 баллы за эту диньер 7 7 красный цвет моё биография вели дина когда последний раз и не арбили дина попивал жидкий хлеб такой вопрос не это я пока просто прошу сейчас вопрос 10 секунд в матче против какой команды белли дина впервые дебютировал за сборную россии латвия россия 1-0 погребняка ничья по он сыграл 2005 год или керш 1-0 против латвии отбор на евро все правильно и билл не дает ребятам подобраться 18 правильных ответов игорь петрович 1 игорь игорь синего цвета папа позинит и то есть если правильно отвечаете 4 балла какие два футболиста зенита завершили карьер в 2008 году они прям легенда у горшков правильно и время вышло 2 до 2 Два, два. Еще одного. Именно в «Зените». Да, но они просто завершили свою карьеру футбольную. Давай я. Нет, подожди, Игорь Петрович должен ответить. 40 секунд прошло. Горшков и Домингес. Нет, нет, нет. Наш, наш. Я буду тянуть, нет. Я буду Игоря Петровича тянуть. Нифига. Мое шоу. Ну еще. Не Р. Родимов. Правильно, правильно. Владислав Николаевич. Ну как, ну сразу Горшкова вспомнить. Игорь Петрович набирает 16 баллов. Павел, я хочу напомнить. А ты листик еще можешь показать? Нет, нет. Ну как, а сейчас наугад уже надо будет называть? Да, уже надо помнить. Павел, вы пока на последнем месте. Три. Три. Это ячейка синего цвета. Она ваша. Я свои заберу сначала. А потом подумай. 10 секунд. Yes. Какие команды «Зенит» обыграл в победном плей-офф Кубка Уэфа? Вильяреал, Ливеркузен, Бавария, Марсель. И в финале «Рейнджерс». Это абсолютно правильно. Два балла. В сумме 16. И вы догоняете Игоря Петровича. Но впереди все так же Деньяра Берлидина с 18 правильными ответами. И еще он имеет вход в запасе. Десятый был уже? Десятого не получилось. Это ячейка желтого цвета. Опа. Ты правильно ответишь? Четыре балла получишь. История «Динамо». Готов? Ужас. Давай. Когда «Динамо» выиграла свой последний футбольный трофей? В каком году? 90… Девяносто… Девяносто шестой. Девяносто пятый год. И интрига живет. Урота рода. Интрига живет. Игорь Петрович, пожалуйста. Двенадцать. Общий вопрос. Ценой один балл. Как называется комбинация в покере, когда вы собрали 4 карты одного достоинства, 4 разных мастей? Покер я не играю, но Black Jet. Нет, это неправильно. Павел Погремняк, вы знаете? Каре? Это… А, каре. Это каре, да. Ну дайте еще полбалла. Нет, нет. Уже литр заработали где-то на 2. Литр. У Игоря Петровича остается 16 баллов. Павел Погремняк, у вас также 16, но есть вопрос в запасе. Выбирайте категорию. Два. Учейка номер два. Это история «Динамо». Ё-моё. Но, я хочу сказать, если вы правильно… Он «Динамо» ведь же… Конечно, просто так я там год побыл. Если вы ответите правильно, то вы обгоните Диньяра Белядинова. Давайте. При каком тренере «Динамо» выиграла все 6 матчей в групповом этапе Лиги Европы? Черчесов. И это правильный ответ! Vamos! Павел Погремняк набирает 20 баллов и вырывается в лидеры. Диньяр, самое время… 12. 12 было уже. Была? Да, осталась ячейка 4, 5, 6, 9. Нельзя ошибаться. Ну, 4 давай. 4, красный цвет. О, в себя попал? Да, в себя. Я еще не отвечу. Сколько голов Диньяр Белядинов забил за Эвертон? Все турниры? Все турниры. А, ну, 9. Все верно. 9 мячей забил. Диньяр Белядинов набирает 20 баллов. Сравнял? Нос, нос. Игорь Петрович? 6. 6. Я просто хочу сказать, что если вы правильно ответите, то вы также сравняйтесь. У вас будет у всех по 20. 6 – это ячейка красного цвета. Это биография. Ой-ой. Диньяра Белядинова? Тяжело будет. Да. Закрыто, но много информации. Бил подстер перед эфиром. В каком году Диньяр Белядинов официально завершил свою футбольную карьеру? 15. Нет, нет, нет. Все, все, закругляем. Дай интригу. Нет, закругляйся. Нет, ну для Петровича, ты потом последние 3 года плохо играл, все правильно он ответил. Без подсказок. Ладно, в каком? 19. Можно мне сказать теперь? Да. Он неправильный что? Нет. Как нет? Ты неправильный. Я сказал ты раньше. Февраль 19. 18 год. Ты пишешь эти википедии, да, там, редактируешь? В общем, никто не знает, поэтому Игорь Петрович ответил правильно и набирает 20 баллов. Ну подождите, подождите, это все для интриги. Ну ты Петровича тянешь третий тур уже. Я знаю, но это для интриги. У вас у всех сейчас по 20, но понятно, что вы с вашей выясняете, кто из вас самый умный. Смотрите, расклад такой. Осталась одна тема динамовская и одна ячейка общего вопроса. Динамовская для каждого из вас за 4 балла, а общий вопрос за 1. Осталась ячейка 5 и 9. Кто выбирает, я же? Да. Мне динамов. Нет, ты ячейку номер скажи. Ячейку номер. Какой 5 или 9? Ну я по 9 играл в динамов. 9. Это общий вопрос. Жесть. Общий вопрос. Ну ответишь, выиграешь что-то. Я динамов вообще не знаю. Не факт. А общий вопрос какой приятный. Ну-ка. Президентом какой медиафутбольной команды является Камил Гаджиев? Двоюлы-палы. Павел Погребляк набирает 21 балл. Что сейчас дает ему право быть самым умным. Но остается ячейка номер 5 с вопросом о Динамо. И если Диньер Белядинов отвечает, то он станет обладателем звания самый умный. Про Динамо ничего не знаю. Но надо подумать, вспомнить, потому что вопрос не такой уж и сложный. В каком году Динамо впервые в своей истории вылетели из российской премьер-лиги? Из кем? 2006-й? Нет, когда вылетели ФНЛ недавно. Я не при делах. Все. 10 секунд, я молчу. Год. Да откуда я знаю? Пусть будет 12-й. Ну, я не знаю. Я знаю. Павел Погребняк? Дайте ему 4-й. Конечно, это 18-й год. Тоже неправильно. Это 2016-й год. А, 16-й? Да, все. Но это ни на что не повлияло. Самым умным сегодня с 21 правильным ответом, точнее очком, стал Павел Погребняк. Спасибо. Браво, браво, Павел. Но в целом... Несмотря на то, что я овечка сказал, правильно? Да, да, да. Это, ну, уже как сделать, это будет рился. Возможно, миллионные просмотры мы соберем. Игорь Петрович, большое вам спасибо. Легенда нашего футбола 20 правильных баллов набирает. С натяжкой. Нет, там все было правильно. Все по-честному. Вениар Берлидинов немножко сбавил в конце, но также набрал 20 баллов. Ну, а Павел Погребняк в один балл в ровной борьбе становится самым умным. Я вас благодарю, спасибо, что пришли. Спасибо. Аплодируем Паше. Зрителям, надеюсь, понравилось, надеюсь, вы проникнете. И сейчас по праву думаете, что футболисты очень эллидированные люди. Вам большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.